Привет, ребята, это Настя. Моя самая любимая тема в Brain Science — это изучение сна. Я просто фассинейтед этим миром. За последние 50, по-моему, лет, если я не ошибаюсь, это американцы, но я думаю, это правда для всего развитого мира, стали спать на два часа меньше, то есть от 8-9 часов до 6-7 часов. Это просто эпидемия нехватки сна, и это так негативно складывается на нашем здоровье. Только вот первые сейчас эти поколения, которые ведут такой образ жизни, узнают это. Это и огромная связь с Альцгеймером, повышенный риск, раковые заболевания, иммунные заболевания, преждевременное старение, кардиоваскулярные заболевания, диабетные вещи, набор веса. Короче, ну метаболический синдром. Целый куб вещей, и всё потому, что мы просто не досыпаем. И это такая бесплатная, общедоступная фактор для здоровья, но мы очень мало знаем по поводу сна. Тема невероятно интересная. Я очень много вот последних лет хотела инвестировать в трекер сна. Наконец-таки я это сделала, это весной, и я ещё больше углубилась, потому что очень много ресерчера из нейробиологии выходит. Но до того, как я начну, я вам обещала разыграть три копии книги. Вот здесь будут print-скрины трёх людей, которых рандомно выбрал инструмент для разыгрывания. С вами свяжется кто-то из Альпины, чтобы взять у вас адреса, чтобы спросить, как выслать вам книги. Поздравляю! Так, ребят, что касается сна. Очень часто, когда мы думаем про сон, всё, о чём мы думаем, — это продолжительность сна, сколько мы его получаем. На самом деле, в гигиене сна есть четыре фактора, все которые одинаково важны. Первое — это продолжительность сна. Второе — это регулярность, насколько мы спим в одни и те же часы. Если захотите, я вам в будущем расскажу, почему спать с девяти до трёх ночи или до пяти утра, например. Это не то же самое, что спать с двенадцати ночи до девяти утра, например. То есть продолжительность, регулярность, фрагментированность сна, сколько раз мы просыпаемся. И, кстати, если вы не просыпаетесь ни разу, это ничего не значит, потому что Sleep Tracker вам скажет, что… и наука вам скажет, что мы не отдаём себе отчёт. Когда мы просыпаемся ночью, мы об этом не помним, но мы просыпаемся. Я, в целом, в среднем десять раз за ночь просыпаюсь, о чём я не знаю здесь, но знаю через мой девайс. Ну и четвёртое — это качество нашего сна. Есть, грубо говоря, пять стадий сна, и в каждой из этих стадий происходят процессы, которые отвечают за разные когнитивные вещи. Где-то идёт подготовка мозга к восприятию информации на следующий день, где-то идёт перевод краткосрочной информации в долгосрочную консолидацию памяти, где-то идёт даже терапия эмоциональная для того, чтобы мы эмоционально были более здоровы на следующий день. Это, опять же, такое видео я могла бы сделать, если вам интересно. Но сегодня мы поговорим про тот аспект, который наиболее у нас у всех на слуху — это именно количество сна. Вообще, что такое инсомния, когда мы не можем заснуть? Лидирующая теория инсомния сейчас — это то, что это происходит в результате плохого баланса между парасимпатической и симпатической системой. Я уже это упоминала, что это была одна из причин, по которой я также хотела купить этот браслет, ну что я выбрала именно вот этот, например, трекер из разных, которые тречит сон, потому что я хотела видеть, насколько моя симпатическая система доминирует над парасимпатической. Симпатическая — это две части нашей нервной системы. Симпатическая нервная система ответственна за бей и беги — это когда у нас много кортизола, и мышцы максимально готовы действовать. А парасимпатическая система ответственна за пищеварение и отдых. И в идеале они должны быть сбалансированы. Но у многих людей, у очень многих людей симпатическая система драйвит всю нервную систему. И это плохо, потому что, когда это происходит, иногда в ходе какого-то стресса или каких-то болезней наше тело может легко с этим справляться. Но хронически мы не созданы, чтобы работать в таком режиме. Вы можете себе представить машину, когда вы стоите на нейтралке и выжимаете газ со всей стороны, и мотор рвёт. Вот представьте, если вы так продолжите нажимать долго, когда выложу так времени. Что-то. Я не знаю, что. Я не механик. Но это однозначно негативно скажется на моторе, и также это однозначно негативно влияет наше тело. Так вот, при чём тут инсомния? В течение дня у нас… Мы встаём утром, и у нас начинает подниматься уровень кортизола. Он у нас высокий. Это позволяет нам чувствовать себя бодрым и не хотеть спать. Но в районе шести-семи часов наш кортизол начинает понижаться. И у человека, у которого нет инсомнии, нет проблемы с засыпанием, он продолжает понижаться дальше, дальше, дальше. И когда вы ложитесь в 9, 10, 11, он уже низкий, и вы можете спокойно заснуть. У человека, который страдает инсомнией, и как мы думаем, это потому, что его симпатическая система более активна, после того, как идёт снижение кортизола в 6-7, опять происходит спайк вечером. Опять у тебя идёт кортизол вверх. Когда кортизол высокий, ты не можешь заснуть. Это невозможно. И наверняка вы с этим сталкивались, может быть, в полётах, например. Вы замечаете, некоторые люди легко спят, а вы сидите в три часа утра в этом самолёте по вашему времени, и вы так хотите заснуть, и вы так устали, но вы не можете, потому что вы эмоциональны. Ваша нервная система в таком вот состоянии. В таком состоянии мы не можем уснуть. Что с этим делать? Вот тут у меня для вас отличные новости. Они заключаются в том, что на данный момент самый эффективным считается когнитивно-поведенческая терапия и изменение лайфстайл-рутины вокруг твоего процесса засыпания. Есть внешние и внутренние факторы, через которые мы можем влиять на процесс засыпания. И вот вам пять внешних факторов. Первый из них — это свет. Наверняка большинство из вас уже знает, что у нас есть гормон сна, который называется мелатонин, который наше тело начинает выделять, когда темно. И искусственное освещение, такое как наши девайсы в первую очередь, там телевизор или свет в комнате, он препятствует выделению этого гормона. Очень интересное исследование было с теми, кто читает iPad. Если вы читаете iPad один час перед сном, то это приводит к тому, что только 50% мелатонина выделится. Более того, эти 50% придут к нам на три часа позже. И этот эффект негативный. Он не только в тот день, когда вы читали iPad, но он ещё заметен и на второй, и на третий день. Все наши электронные девайсы, они максимально негативно на нас влияют, потому что они с голубым светом. Если уж вы их и используетесь, то обязательно используйте nighttime mode, который делает экран жёлтым. И также как можно менее ярким его делайте. Но лучше их вообще не использовать, потому что второй момент — это то, что, например, проверка того же имейла для многих из нас вызывает скачок кортизола, потому что это что-то такое, что связано с постоянным беспокойством. И окей, даже если этот имейл был прочитан на супертусклом экране, кортизол, который у вас поднялся, не позволит вам заснуть. Свет от телевизора и от ваших ламп он менее опасен, но тут есть две рекомендации. Первое — это никогда не смотрите телевизор в кровати, потому что наш мозг — это идеальный ассоциативный механизм, и мы очень быстро начинаем связывать кровать с не местом, в котором мы спим. На самом деле поэтому очень многие люди не могут заснуть именно в своей кровати, потому что они долго лежали в ней, не будучи способными заснуть. И в результате их мозг теперь ассоциирует кровать с местом, где они мучаются, и им нужно сломать эту ассоциацию. Поэтому вы можете смотреть телевизор, но делайте это в другой комнате. Что касается искусственного освещения лампочек, то совет заменить лампочки на более тёплые, потому что если вы используете LED-лампочки — замечательная технология, но они обогащены голубым светом, и именно с точки зрения мелатонина и нашего сна это негативно на нас складывается. Ну и также общая рекомендация — это использовать только половину света в комнате, приглушённый свет во всей вашей квартире, где вы находитесь, за два часа до сна начинать быть с приглушённым светом. Второе — это температура в комнате. Оптимальная температура для сна — это где-то 18 градусов Цельсия или 65-68 градусов по Фаренгейту, и большинство из вас, из нас, меня тоже скажут, что это слишком холодно. Кстати, почему это оптимальная температура сна? Потому что чтобы заснуть, наше тело должно на 2-3 Фаренгейта понизить температуру. Только тогда мы можем заснуть. Но 18 градусов для нас холодно. Холодно в первую очередь, потому что у нас мёрзнут руки и ноги. И здесь такая вещь. Нужно согреть руки и ноги, ноги в частности, например, ложиться спать, надевая носки. Почему это важно? Потому что через руки и ноги наше тело отдаёт то тепло, которое мы должны отдать, чтобы опустилась немножко температура тела, чтобы мы могли заснуть. Но когда у нас холодные руки и ноги, почему мы не можем с ними заснуть? Это потому что они тогда невоскулярные, и тепло не может уходить. То есть это так интересно, что вроде бы нам холодно, а в результате этого тепло задерживается в нашем теле и не может выйти, и поэтому мы не можем заснуть, поэтому нужно их согреть. И точно поэтому работает тёплый душ, тёплая ванна или сауна перед сном, потому что тогда у нас сосуды больше к поверхности. И мы засыпаем не потому, что нам тепло, а потому что сосуды ближе к поверхности, и наше тело может отдать тепло, температура тела может опуститься, и мы можем заснуть. Третья вещь, которую врач вам бы порекомендовал сделать, если вы долго не можете заснуть — это убрать любые будильники из вашей комнаты. Потому что точно так же, как мы реагируем вспышкой кортизола на проверку имейла рабочего, многие из нас, мы точно так же реагируем на этот будильник, когда мы видим, что мы легли в 10, а уже 12 часов, и осталось спать всего 6 часов, и мы уже так много времени провели в кровати. Это всё даёт нам беспокойство. И это такой цикл, когда как только ты регистрируешь, что уже слишком поздно, я начинаю быть беспокойной, и теперь у меня гормональные изменения, и ты всё меньше и меньше можешь заснуть в ходе этого. Четвёртое правило касается вот этой ассоциативной функции мозга. Когда вы лежите в кровати и долгое время не можете заснуть, нужно обязательно встать, уйти из кровати, прийти в другое место, включить низкий свет, приглушённый, и, например, почитать какую-то книгу до того момента, пока вам не захочется спать. Это, может быть, кажется контринтуитивно, что я хочу поспать побольше, почему я пойду читать. Но проблема в том, что чем больше вы лежите в этой кровати, тем больше ваш мозг воспринимает кровать как место, где вы мучаетесь, а не спите. Поэтому очень важно не формировать эти ассоциации. Ну и последнее, за чем нужно следить — это избегать sleep procrastination. Это действительно вещь, и оно в основном происходит, когда мы используем какие-то устройства электронные. Потому что, когда ты читаешь книгу, ты ограничен касательно заданий, которые ты можешь выполнить. Но когда у тебя телефон в руках, то ты можешь вспомнить, что ты не ответил на этот комментарий, быстренько на него отвечу. Может, бабушка тебе присылала сообщение, и сейчас ты решил наконец-таки найти время и ответить. Или ты говоришь себе, вот только этот email ещё один раз проверю. Или ты вспоминаешь, что ты стиральный порошок не купил, и ты себе говоришь, что только зайду на Amazon и быстренько добавлю это в корзину, а заодно надо ещё хлеб и яйца положить. И всегда есть что-то с таким функциональным устройством, как телефон или iPad, что ты можешь сделать продуктивное. И это приводит к вот такой прокрастинации. Книга, которая просто… Когда читаешь книгу, то у тебя нет таких же возможностей прокрастинировать. Поэтому очень хорошо иметь время после вечера, когда ты не используешь устройство. И на эту тему у меня есть интересное, если не страшное исследование про американских подростков и про anticipatory anxiety, это называется. То есть ожидаемое… Беспокойство ожидания. В общем, 80% американских подростков, школьников просыпаются хотя бы один раз ночью для того, чтобы проверить свои социальные сети. Заметьте, что они просыпаются не просто потому, что они просыпаются ночью, им нечего делать, а они проверяют. Исследования говорят, что то, что мы всё время ожидаем от нашего телефона с чего-то нового — это тот неосознанный anticipatory anxiety, который мы чувствуем даже ночью. Наш мозг регистрирует, когда мы спим. Мы спим более поверхностно, и он нас пробуждает для того, чтобы испытать вот эту проверку телефона. И не думайте, что это crazy, потому что вспомните себя, когда вы брали любой утренний полёт, рейс на самолёте. Вам наверняка знакомо, что вы всегда просыпаетесь до будильника. Или любое важное. Если у вас был какой-то экзамен, если что-то происходит утром важное, вы проснётесь до будильника, потому что… И вы проснётесь, как будто вы и не спали. Кстати, я могу сделать видео о том, почему мы так себя чувствуем. Даже если мы восемь часов якобы спали, но мы просыпаемся абсолютно разбитыми в день, когда что-то важное должно происходить. Так вот, вот это тот же самый механизм anticipatory anxiety. И я на себя это испытала с телефоном. Я не просыпалась ночью, но когда выходит видео, и я вам это рассказывала, я просыпаюсь в пять-шесть утра, потому что здесь так получается, что я читаю позже ваши комментарии, потому что мне хочется услышать, что вы писали. Но это вот точно такой же anticipatory anxiety. То есть наш телефон… Он не просто нас заставляет во время бодрства его брать по сто раз на день, но ещё и заставляет нас спать более лёгким сном и пробуждать нас. Поэтому очень важно утром, когда мы просыпаемся, чтобы телефон и проверка соцсетей — это не была первая вещь, которую мы делаем. Потому что если мы себя приучим, что первое, что мы делаем утром — это удовлетворяем свою anticipatory anxiety, то это может привести к тому, что мы будем спать легче и легче. И это негативно. То есть сон не будет глубоким, а будет поверхностным. И мы будем просыпаться раньше, чем наше тело, чем достаточно нашему телу. Так, это что касается внешних факторов. Есть также три внутренних фактора, о которых я хотела поговорить. Это питание, физическая нагрузка и релаксация. Что касается физической нагрузки, не рекомендуется делать физические упражнения ближе, чем за два часа до сна. Почему-то, потому что это повышает нашу температуру тела, и она просто может не успеть понизиться до того момента, когда нам надо спать, а мы не можем уснуть с непониженной температуры тела. И второй пункт — это то, что физические упражнения повысят наш кортизол, нарепонефрин, и, опять же, он не сможет понизиться до нужного нам уровня, чтобы заснуть. Что касается питания, научная рекомендация не есть за три часа до сна. Почему? Потому что, с одной стороны, у очень многих людей, если мы ляжем менее чем за три часа после того, как мы поели, у нас будет или рефлюкс потенциальный, или проблемы с пищеварением. Но второй момент — это также то, что питание повышает нашу температуру тела. Поэтому если вы голодные, и вам и надо поесть, то лучше избегать простых углеводов, сахаров. Потому что это те вещи, которые наиболее быстро трансформируются в heat, в тепло в нашем теле и повышают температуру нашего тела. Поэтому уж если вы едите что-то вечером, то лучше отдать предпочтение чему-то протеиновому. Но в любом случае рефлюкс никто не отменял, поэтому… Хотя голодным ложиться спать не надо, но не есть за три часа — это оптимальная рекомендация. Ну и третья вещь — это расслабление. И теперь, когда вы знаете теорию инсомнии, почему мы думаем, она происходит, бессонница точнее, то, наверное, надеюсь, вас это не удивляет. Под расслаблением мы можем подразумевать три типа активности и упражнений. Это какие-нибудь растяжки или медленное движение, упражнения. Я, кстати, обожаю это делать, когда я слушаю какой-то подкаст, и вечером — спокойный подкаст, не знаю, про медитацию или что-то такое, и при этом делать растяжку. Второе — это медитация, потому что медитация эффективна в понижении нашего беспокойства, а именно беспокойства, то, что часто препятствует, чтобы люди заснули. И здесь очень хорошо себя закомендовала практика джёрналинга, как ни странно. И вы услышите такую рекомендацию от того же самого известного исследователя в сне, про сну Мэтт Уолкера из Беркли университета. То есть это не что-то типа fluffy lifestyle, хотя, может быть, эти вещи звучат немножко как типа очень лайфстайловые, но это действительно научные, медицинские рекомендации. Так вот, что касается джёрналинга, они… Как Мэттью, например, сам это объясняет, мы сейчас общество, которое направлено на потребление, и мы очень мало времени берём на рефлексию. И то единственное время, когда мы рефлексируем — это когда наша голова ударяется о подушку, и тогда мы начинаем обдумывать всё на свете. Знакомо вам это? Да. Поэтому он говорит, что они пробуют с пациентами, у которых реально есть бессонница, они пробуют джёрналинг-практику, где вначале пациент должен каждый вечер записать всё, что его волнует. Ну нет, sorry, не всё. По-моему, он говорил две-три вещи самые главные, которые его волнуют. А потом обязательно он должен закрыть вот эти свои записи несколькими моментами о том, за что он благодарен. Потому что они видят, что засыпать… Люди могут засыпать в хорошем настроении гораздо лучше, чем в плохом настроении. Что, например, для меня совершенно правда, потому что сколько вот мы с Ромой, особенно когда мы были младше, и наши отношения только начинались, и мы могли поссориться и не разговаривать, я никогда не могла заснуть вечером. В то же время я знаю, что мы могли поссориться, и он мог заснуть через одну минуту. Поэтому я как бы… У меня есть опыт и в ту, и в другую сторону. Но Мэтью говорит, что в целом люди засыпают лучше в хорошем настроении. Так вот, в Practical Journaling, в их экспериментах, в его лаборатории люди на 50% быстрее засыпают, люди за бессонницей, когда они делают Practical Journaling. Это всё, что я хотела сегодня рассказать, ребят. Но, как я сказала, тема просто бездомная и безумно интересная. И вот у меня… Я написала несколько тем, которые мне могла бы с вами ещё поделиться, если вам интересно. Это вот этот вопрос стадий. Разные пять стадий сна, что происходит в каждую стадию, почему спать с девяти до шести утра не то же самое, что спать с двенадцати ночи до девяти утра, например. Дальше разные субстанции. То есть это таблетки для сна, алкоголь, кофеин, мелатонин. Рекомендуется, рекомендуется, как к этому подходить. Физиологические изменения, если хотите хорошенько испугаться и действительно начать спать. Потому что когда ты видишь, как огромное количество заболеваний… Например, альцгеймер и рак — это две самые такие страшные пандемические заболевания, которые сейчас затрагивают… Ну как бы самые важные заболевания, критические заболевания, с которыми сейчас человечество столкнулось. И насколько они обусловлены нехваткой сна, и как легко и бесплатно мы можем себя защищать и уменьшать риск этих заболеваний. В общем, очень классная тема, но тяжёлая, скажите, если хотите. И четвёртое — это набор веса при недосыпе и, например, почему, когда мы даже начинаем сбивать вес, как бы уменьшать свой вес, когда мы недосыпаем, почему у нас уходят мышцы, а не жир? Если вас что-то из этого заинтересовало, то, пожалуйста, пишите внизу. Я с удовольствием в следующий месяц, два-три буду делать про это видео. Вот. Это всё на сегодня. Пожалуйста, 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 высыпайтесь. Вот увидите, нам с вами всем станет 60, и тогда как на сигареты мы будем смотреть на то… Как сегодня мы смотрим на сигареты, мы будем смотреть на тот стиль жизни, который мы вели. Только в последние 50 лет из всей истории нашего человечества мы спим так мало. Мы не созданы, чтобы спать так мало. Наше здоровье для этого не создано. Так что просто спите, берегите себя, расскажите своим близким, чтобы они тоже спали и были здоровыми. Вот. Это всё на сегодня. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова